Татьяна, которая в сутки после обоскотического длина, спрашиваете, расскажите, пожалуйста, о каком вы сейчас с тема, как вы себя чувствуете после операции? Чувствую себя отлично, дискомфорт, конечно, чуть-чуть присутствует, но это как после обычной операции, шовчики не болят, самочувствие прекрасное, водичку пил. Отлично. У вас уже были операции? Да. Это так же вы перенесли после обоскотического длина? Нет, конечно, хуже. У меня, во-первых, была полостная, это, ну, совсем отличается от операции статического. По-голевому какому-то ощущению? Почему? Тяжелее. Во-первых, и внутренний, и внешний шок очень сильно болел, и, ну, внутри дискомфорт был. Тяжелее? Конечно, конечно. А сейчас? И заживало гораздо дольше. Дольше. А сейчас сколько водички вы были за вчерашние сутки? Пять грамм. Оно точно хорошо. Стоять на комнате, гулять? Правильно, что? Хорошо. Скажите, пожалуйста, по увеличению веса. Когда началось? С чем связано? Ну, началось, наверное, еще в детском периоде. Вот это любимое бабушкина с мамой нас кушали еще. Да. Ну, в принципе, в 17 лет я весила где-то около 70 кг. Ну, для подростка это много, я считаю. А потом, конечно, после родов я первые роды набрала 40 кг. Вторые роды я пошла рожать уже, у меня вес был 110. Ясно. Да. И какое максимальное увеличение жизни было весом? Максимально 150. 150. Получалось ли я самостоятельно снижать весом? Ну, так, чтобы, как даже, я не знаю, сказать, самостоятельно нет, просто был период в жизни на нервной почве, но это все потом в два раза больше и рвется весом. Как узнали о нас и как решили справляться у нас? Девочки посоветовали, знакомая у вас оперировалась, очень понравилась ей, сказала, чтобы ничего не боялось, все прекрасно, все замечательно. И по ее совету я попала. Не жалеете, что ли? Ну, нет, конечно, я даже рада очень. Хорошо, спасибо вам. И вам спасибо большое. Больше, что все это вам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.